Добрый вечер, господин Сыгур. Здравствуйте. Кандидат на должность президента Республики Молдова. Да, президент партии я уже есть. Ну, много вы тоже... Не первая партия, в которой вы состоите. Вы были министром, делегирована от либеральной партии. Может быть, в партии не состояли, не знаю точно, но делегировала вас либеральная партия. После этого были советником в Генском районе от партии европейской Юрия Олянка. Были несколько министров, насколько я помню, советником. С чем-то были не согласны, хлопнули дверь и ушли, вышли из партии. После этого вы попали в парламент по спискам блока АКУМ. Потом в парламенте уже от них отделились как независимый депутат. Там тоже решили, что ни одна, ни вторая партия вас не устраивает. И после этого вы уже были избраны председателем партии национального единства. Вас устраивает только когда вы главный. Только та партия, где вы будете руководить? Нет, здесь есть честные правила игры. Я человек, который обрел имя благодаря спорту и тому, что я пишу историю. Меня все знают как человек прямолинейный, человек, который борется с несправедливостью. Я профессор и педагог. Я не могу идти в лицо, смотреть своим студентам и людям, которые меня знают, говорить, что я состоял там, где мне не нужно было быть. Ну, если по очереди взять, то я вообще в партиях не состоял. Это первая моя партия, я сразу президент партии. И, кстати, когда я ушел от либералов, я предложил господину Гимпу то же самое. Потому что он предлагал идти в либеральную партию, строить какое-то будущее. Я сказал, что я смогу это делать только будучи президентом. То есть это такие амбиции чемпионские? Нет, это не амбиции, это просто видение политики. Я знаю, как это нужно делать. И то, что мы сделали с партией национального единства, доказывает, что я был прав. Ну, во-первых, потому что, как историк, не все эти механизмы настроения политической жизни довольно-таки простоваты для, скажем так, теоретического обоснования. А опыт уже, анализа нашей политики у меня есть. Я много лет уже анализирую это и публицистам. Пять лет состоял в Тимпу и два года в Котидиану. И на Европа-Либеры. И мне внутренности нашей политической жизни очень хорошо известны. И навыки политиков, и их психика, и ментальность, кто с кем дружит. И я бы мог остаться, конечно, министром дальше, потому что я не был привязан к либеральной партии. Филат предлагал оставаться министром, но будучи уже в составе либерал-демократической партии, мне это не нужно было. Я знал, кто такой Филат. Лянка, конечно, я поддержал, как и многие, потому что в то время мало кто помнит, потому что у нас короткая память вообще на вещи, на историю тем более. И мало кто помнит, что Филат тогда был олицетворением зла, его нужно было завалить. И тогда появился проект Лянка. Я очень быстро понял, что Лянка это проект Плохотнюка. И руками Лянка Плохотнюк создал на месте, на местности, на эти местные выборы свою платформу для будущих парламентских выборов. Я тогда первым ушел, сказал, что это человек Плохотнюка. После этого многие еще остались, некоторые из них до сих пор депутаты блока АКУМ, которые до последнего момента держались за Лянку, а потом перешли в блок. Ну а блок АКУМ это более насущно, потому что я один из создателей народного сопротивления АКУМ. Мы создали Всемиром, это была пресс-конференция, на которой мы объявили, Майя Санду, Андрей Анастасий. Это не было пасси ППДА, это был блок. Этот блок имел дух, который олицетворял сущность надежды. Мы все верили в то, что этот блок будет настолько популярен, что свергнет и Додона, Шора и Плохотнюка. В конечном итоге то, как сложилось ситуацию, привело к тому, что все опасения, которыми мы оперировали, сбылись. Первое плохое, это было то, что блок распался на две части. Майя Санду настояла на существовании двух идентичностей. Это была катастрофа, потому что некоторые семь депутатов не состояли ни в одной из партий. Мне, например, не светило ни пасси ППДА, я знал лидеров, знал, что... И поэтому одно время я старался изнутри что-то изменить, а когда понял, что все идет не туда, я вышел из партии. Так что я следую своим, скажем так, внутреннему, внутренней уверенности. То, что я румын и моя идея не объединения, это насущный, единственный идеал, за который нужно бороться. И партия национального единства был тем выбором, потому что у меня две были альтернативы. Или создать свою собственную партию и расколоть еще больше унионистский блок. Или примкнуть к чему-то, который более или менее имеет будущее. И мы сплотились, создали партию. Партия растет. Собрали 20 тысяч подписей. И вот мы сейчас участвуем на президентский выбор. Вы говорили, что у вас был выбор либо еще больше разбить унионистский блок, либо возглавить действующую партию. Почему в Республике Молдова так много унионистских партий и такие скромные результаты на выборах у этих унионистских партий и кандидатов от этих партий? Ну, потому что, собственно, идею объединения никто всерьез не намерен был воплотить в жизнь. Для того, чтобы объединиться с Румынией, нужны, по крайней мере, два критерия. Первый – это то, что у тебя должна быть солидная партия, у тебя должен был план по интеграции. И второе – что у тебя должен был партнер в Румынии. То есть, должен быть политическая партия, кто-то должен с тобой говорить в Бухаресте, чтобы обоюдно это построить. До сих пор это была, как и идея евроинтеграции, идея, которую муссировали Рожка и Гимпу. У Рожка мы поняли, кто и почему. Он себя открыл довольно-таки поздно, и когда это было поздно, все перешли к Гимпу. И у Михаила Гимпу на пост и на те должности всплыло то, что обычно характеризует молдаван. Это личный интерес и интересы партии. А мы люди идейные, и поэтому, если компрометируешь идею и идеал объединения, то люди тебя отбрасывают на обочину политической жизни. Что касается унионистов в целом, то, во-первых, им не за кого было голосовать до сих пор. Первое. Второе – это то, что многие из них обретают себя в других политических партиях. Потому что партия и политика открывают путь к власти, к интересам, к бизнесу, к семье, к прокуратуре и так далее. Поэтому трудно строить целостный, скажем так, блок унионистов. Хотя многие говорят, что они унионисты. И это я как раз и хотел сказать, что на правом секторе практически во всех партиях все лидеры говорят о том, что они румыны душой и сердцем, что они поддержали бы референдум. Они еще больше усугубляют проблему, потому что, раздробляя общество, они отдаляют румын и те, которые считают себя приверженцами идеи объединения. Вот идея объединения как таковой. Представляете себе, что у Плохотнюка, например, были все рычаги для того, чтобы сделать объединение. Никто ему не мешал. У него был и парламент, и правительство, и все, все, все. И более того, у него даже в Бухаресте были очень хорошие отношения. Социал-демократическая партия полностью поддержала даже в тот момент, когда Евросоюз и парламент осудил Плохотнюка. Румынские социал-демократы защищали его в Европарламент. Но он этого не сделал, потому что очевидно, что это ему не нужно было. Почему вы не захотели объединиться и все-таки сделать один-единственный блок, в куда бы вышли разные политические формирования, с блоком Мунири, чтобы был только один кандидат унионист на этих выборах? Ну, я один раз ответил на этот вопрос. Отвечу для русскоязычных, потому что я много раз вижу, что нужно было объединяться. А не всегда один плюс один, значит два. То есть политика не математика? Политика не математика, да. Потому что, во-первых, за это время, которое я стал президентом и председателем партии, мы начали кампанию, что означает объединение с Румынией. Мы ездили уже 200 населенных пунктов, 24 района. У нас был обширный взгляд на людей, на их взгляды, на их точки зрения. Многие говорили о том, что если мы с Киртуакой будем в один блок, то они не будут голосовать. Потому что многие из наших голосующих, это те люди, которые создали блок АКУМ и которые поддерживали блок АКУМ. И в блоке АКУМ есть люди, которые нас поддерживают, как депутат Реницын, например, полноценный унионист и, наверное, один из самых честных. И поэтому, рассматривая риски быть с Киртуакой, иметь какой-то ограниченный доступ к электорату, который уже проверенный, и не то, что проверенный, но уже как бы, скажем так, твердое ядро, скажем так. Или каким-то образом отдалиться и создать себе более обширный электорат. Мы решили, что это будет лучше, если мы будем идти партией. И второе, понимаете, что определенные идеи, определенные вещи используются политиками для того, чтобы мывать свои грехи в прошлом. Я не хочу влезть в эти разборки между Киртуакой, Дадон, Плохотнюк, его уголовные дела, два или три из которых активные на данный момент. Представляете себе, что означало бы в один момент, что его бы посадили просто? Или, не дай бог, что он станет президентом Республики Молдова, и его прокуратура Дадона просто выведет из президентства за коррупцию, как это сделал Плохотнюк с мэром. То есть вы не верите, что дела, возбужденные против него, это политические дела? Это однозначно коррупция, и это доказал ход того, как либеральная партия вела себя во время правления. Потому что нужно отвечать и за Дарина Драгуцану, потому что он был поставлен либеральной партией. Нужно отвечать за Юрия Керенчука, который был пойман с коррупцией, который признал это. Нужно отвечать за Нистер Грозаву, который предал в конечном итоге и свалил, и открыл все карты того, как действовала либеральная мафия в мэрии. Нужно отвечать за Будештяну, которого я поймал как вице-министр, как он ворует деньги. За все нужно отвечать. Я это не хочу на себя брать. Я уже один раз грехи мои Санду и Андрея Анастасова омывал в блоке АКУМ, объясняя людям, что они хорошие, красивые, пушистые, белые. У меня своя жизнь, своя личность, своя партия. Мы, по крайней мере, будем строить здоровую альтернативу, в которую, я надеюсь, люди будут верить и за которую нужно будет, могут голосовать. Вы видели все социологические опросы. Там у вас, в лучшем случае, пятое место. Даже тот, который был представлен сегодня. Но при этом вы продолжаете работать. Вы используете это с потенциалом на возможные досрочные выборы? Или вы действительно верите, что до 1 ноября сохраняется шанс вашего выхода во второй тур? Конечно, сохраняется. Ну, во-первых, возьмем с опросами. Когда я вышел из блока АКУМ и поставил свою кандидатуру на выборы в Кишиневе, то мне сказали, да, ты больше 0,5%, ну, максимум 2% не возьмешь. Ну, я взял четвертое место, 5%. Это со всеми обвинениями, что я предатель, что развалил блок. Хотя, в конечном итоге был прав. Они привели Додона к власти. Сейчас Додон им говорит, да вы же подписали с нами 16 сентября. Зачем нужно было подписывать? Как раз мои слова, те, которые были в августе, в июле. И поэтому с опросами я их рассматриваю с определенной долей юмора. Никаким не доверяете? Я не доверяю. Я просто знаю, что люди думают и как все это будет развертываться. Второе, если бы судить по опросам и по тому, то вообще не нужно тогда идти в политику, не нужно спортом заниматься, что чемпион все время будет всех бить. Все думают, что чемпион всех побьет. Оказывается, бывает такое, что чемпион получает по морде иногда. И, как Тайсон говорил, у каждого есть план, пока он не получит по морде. Вот так может быть в политике, что в Молдаване, хотя мы думаем, что они глупые, что они голосуют за кого-то, но если смотреть 30 лет политическую нашу жизнь, то наиболее мудрый это наш избиратель. Потому что он отбрасывает периодически определенных людей в обочину политической жизни, и они оттуда не возвращаются. Аграрий не вернулись, Лучинский не вернулся, Воронин не вернется, Филат не вернется, Плагоднюк не вернется. То есть это нужно идти дальше, конечно, потому что наш идеал, он же вечен. А какой ценой мы заплатили до того, как избиратель отбросил, используя ваше выражение, их на обочину политической жизни? Цена вас устраивает? Вам кажется, это соотношение достойное? Поэтому мы приходим к гражданам Республики Молдова с честным предложением. Они нам свое доверие и голос, а мы им объединение с Румынией. Потому что это наиболее короткий, безболезненный процесс интеграции в Евросоюз. То есть вы не верите в то, что Республика Молдова может быть государством самостоятельным, не зависящим от других? Это мертвый проект. Он изначально был мертв. Мы думали, что его можно оживить. Даже европейцы и американцы уже не верят в то, что здесь можно что-то построить. Но что говорить о людях, если они утром просыпаются в один Альянс, а вечером они в другой Альянс? Или люди, которые кучкой уходят от одной партии в другой партии, в парламенте и так далее. Но перед тем, как мы перейдем к парламенту, потому что это один из пунктов вашей программы, я хочу... Вы не верите в вопросы, наверное, не поверите в те цифры, которые тогда я назову вам сейчас. Вы сказали, что все политики, которые до сих пор называли себя унионистами, что они компрометировали саму идею унионизма. Однако сегодня был представлен опрос барометра общественного мнения, проведенный СБС-акцией, который показал, что в период с 2016 по 2020 год людей, которые проголосовали бы за объединение с Румынией, цифра изменилась с 17% до 33%. Все правильно. А тех, которые проголосовали против бы, с 66% до 48%. Все правильно. Так они скомпрометировали, если почти в два раза выросла цифра, или наоборот? Люди скомпрометировались, те, которые ввели эту идею. Поэтому ясно, что эти люди, они не связывали свои идеи унионистки с Мигай Гимпу и Киртуак. Унионизм это... А в эти цифры вы верите? Конечно, верю. Потому что я знаю, они даже, я думаю, даже больше, как и процент людей, которые объявляют себя румынами, и румынский язык, как государственный язык. Потому что опросы нашей переписи 2014 года, они специально же были спрятаны, чтобы люди не знали точно, кто и что. Понимаете, что этот подъем унионизма, он объясняется тремя вещами. Первое, это то, что наши политики настолько постарались все нагадить и доказать людям, что у этого государства нет будущего, что они преуспели в этом. Второе, это то, что Румыния такой скачок огромный сделал, что просто это разница космическая. И для граждан Республики Молдова, который едет в Ясы, или в Бухарест, или в Клуж, или в Тимишуара, и который видит эту разницу и знает, что его бабушка, которая имеет румынскую пенсию, у нее 300, 400, 500 евро в месяц, у которой зарплата минимальная 500 евро и до 1000 с чем-то для бюджетников. То есть огромная разница. Даже фермеры, которые у нас очень прекрасно знают, как они задыхаются в то время, как субсидии Евросоюза и Румынии, они просто огромные. Одно удовольствие делать сельское хозяйство в Румынии. Ты богаче человек, у которого ты обережен субсидиями и так далее. То есть вот это сравнение, она идет в пользу. Но при этом Румыния все равно остается не самой богатой страной Европейского союза. Но мы не должны сравнивать. И коррупционные скандалы такие же, как у нас. Конечно. Но в Италии тоже коррупционные скандалы. Во Франции, в Италии, в Испании. Коррупция, она всюду коррупция. Дело не в коррупции, а в том, что в один момент государственные учреждения вносят поправку, которая для граждан страны приемлема. И второе, они обеспечивают гражданам страны определенный уровень благополучия и развития. А третье, мы не должны говорить о том, что Румыния не самая богатая. Мы должны говорить о том, какая разница между Румынией и Молдовой. Если коротко для граждан Республики Молдова объяснить, то мне непонятно, почему в Румынии средняя продолжительность жизни на 10 лет больше, чем в Молдове. Вам это как-то приятно или неприятно, что 100 километров от нас люди живут на 10 лет больше в среднем. Потому что это уровень жизни, это зарплаты, это пенсии, это медицинское обслуживание и так далее. То есть мы пришли к такому критическому моменту, в котором нужно себя спрашивать. А что дальше будет? 30 лет еще появится другой Дадон, другой Филат, другой Воронин. Будем кричать «Долой Майю», «Долой Андрей», потому что они не справятся с этим. Мы сейчас на протяжении 30 лет настолько проникнуты людьми, которые действуют не в интересах европейского будущего Республики Молдова. Потому что многие говорят, что я русофоб, антирусский и так далее. Я прекрасно знаю русский язык и знаю русскую историю. Наверное, из всех молдавских политиков наиболее объезженные по России, потому что я эту Сибирь искалесил от Иркутска до Тюмени, Тобольска, Вагаи и так далее. Я очень хорошо все это знаю, понимаю, знаю интересы, которые есть у Российской Федерации. Но это не наше будущее, это другая страна. Это нужно строить другие отношения, во-первых, с Румынией, с Евросоюзами, с Соединенными Штатами, потому что нам туда нужно идти. А как быстрее всего доехать, это уже другой разговор. Как туда доехать, другой разговор? Да. Вы говорите, что вы историк. Доктор истории, я видела ваши работы. Я знаю, что все работы исторические, там приводятся не только исторические факты, а когда речь идет о изменениях каких-то государств и происходящих, о новых территориях, сколько было вложено в развитие этих территорий. То есть в любом случае речь идет о цифрах, инфраструктурных изменениях и так далее. Если я не права, вы меня сейчас поправите, конечно. Сколько будет стоить проект, который хотите продвинуть и вы, объединение Молдовы с Румынией? Ну, это никто не будет точно знать, потому что это долгий процесс. Уравнение уровня жизни республики Молдовы и Румынии – долгий процесс. Он не настолько огромный, как между Германиями, но разница большая, потому что за 30 лет кое-что было сделано. Румыния, как государство, должно, с моей точки зрения, вложить намного меньше денег в Республике Молдову, чем в Германии в ГДР. Ну, во-первых, потому что пропорции разные. В Германии было 60 миллионов против 16 миллионов. Это довольно большая. То есть близко были. А в Румынии страна в 20 миллионов должна вложить в 2 миллиона. Почти 3. 2,850. Почти 3, но у нас нету. Я думаю, что у нас где-то 2,5 миллионов. Второе. Внутренний валовой доходы Румынии более 500 миллиардов долларов. Это в 20 раз больше, чем наш. Хотя Румыния по пропорциям где-то в 10 раз только больше. То есть очевидно, что ресурсы есть. Еще в это нужно внести лепту Евросоюза, потому что Евросоюз будет помогать однозначно. Потому что легче Евросоюза вложить эти деньги в евроструктуру, которая будет развиваться под присмотром румынских учреждений, которые не будут настолько коррумпированы. Потому что да, коррупция есть в Румынии. Но в Румынии сажают и премьер-министров, и председатели парламента. И все дрожат от антикоррупционного национального департамента. И это было построено, кстати, после входа Румынии в Евросоюз и в НАТО. Потому что было и очевидно, что коррупция – это слабость, доказывает слабость системы и государства. И в противостоянии с Россией нужно было все это обезопасить. Поэтому Троян Басевский – один из президентов, который это создал. И эта система работает. Она будет и в Молдове работать. Но для этого должен быть щит безопасности. Один из моих пунктов, моей кампании – это создание единой системы безопасности и обороны. Вместе с Румынией и Евросоюзом. Потому что нам не осилить эту провокацию, которая сейчас, гибридная война. У нас мы просто, Насте же открыты все двери. Кто с вами воюет? Против нас воюет Российская Федерация. Это очевидно, как воюет на Украине, в Грузии, в Балтийских странах. Конечно, тут палка с двумя концами. Потому что это война, с одной стороны, для собственной безопасности. Особенно по российскому периметру границы. Но это проявление внешнего влияния на Республики Молдовы, оно не будет давать России популярность. Потому что в конечном итоге, то, что Россия олицетворяет себя с Дадоном или даже с Рената Усатым, это не будущее для России. Россия должна построить с Республикой Молдовой серьезные отношения с людьми, которые будут принимать в расчете интересы Российской Федерации, но с учетом интересов Республики Молдова. Я думаю, даже для России неприемлемо такой рабовладельческий подход, который имеют Игорь Дадон и Кремль на данный момент. Будущие отношения между Румынией и Республикой Молдовой и Россией это серьезные партнерские отношения, в которых мы будем учитывать исторический контекст, который сложился, но который не будет говорить о том, что Республика Молдова агрессор войны против Приднестровья, что Молдава и Румына – это две отличительные нации и так далее. Это никуда не приведет. Мы 200 лет воюем, и это будет продолжаться до тех пор, пока мы не определимся, куда мы. Потому что это насущный вопрос. Понимаете, или у нас будет транснистризация, и Молдова будет иметь три федеральные структуры с Приднестровьем, Гагаузией и Молдовой под влиянием Российской Федерации, или мы построим новое государство, большое румынское государство, в котором все будут жить богато, и у которых права будут защищаться, потому что Румыния сейчас не одна. У людей очень много боязни и предрассудков относительно Румынии, потому что они когда-то жили в румынском королевстве, и у них какие-то личные опыты были. Но эти личные опыты, которые у людей определенных, давайте скажем, неприятные, которые были, нужно просто сравнивать с тем, что в это время было в мире. А в мире в это время, за Днестром, например, был голод, были репрессии, был террор Сталина, и все это не было в Республике Молдова, в Бессарабии, не было. И поэтому это уже прошлая история, она история, мы ее не забываем, но оно не должно стать для нас тем обстоятельством, которое в конечном итоге затрудняет наше продвижение дальше. Это... Давайте я его сейчас прерву, потому что мы должны уйти на рекламу, но после рекламы с вами продолжим разговор. Есть у меня тоже пару семейных воспоминаний. Реклама на 21-м канале, оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Самая добрая детская стоматология в Кишиневе. Кудалбдент. Мы готовы прийти на помощь вашим малышам. Дружелюбные и добрые стоматологи и психологи. Мультики во время лечения. Подарки каждому малышу и дипломы за храбрость и никаких страхов в будущем. Кудалбдент. Лечить зубки совсем не страшно. Улица Рос, 29-4, Зелинский, 15-5. Телефон 022-55-22-75, 022-81-60-82. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня кандидат президента Акториан Цико. Кэсперин Цико, вот у меня лежит ваша программа, с которой вы идете, которую предлагаете нашим гражданам. Должна сказать, что она, наверное, самая короткая из всех, что я видела сейчас в президентских программах. Такие всего пять пунктов. И первый из них, на самом деле, это распуск нынешнего парламента. Такой, знаете, политически правильно модный лозунг на сегодняшний день. Но я категорически не понимаю, как вы собираетесь его воплощать, имея всего лишь один единственный депутатский мандат. Но если я президентом стану, то его и не будет. Там господин Реница ставит, а он как целый парламент. С точки зрения эффективных каких-то громких заявлений, господин Реница, я понимаю. А с точки зрения прописанного в нашей Конституции, я не очень понимаю. Как? Вот вы обещаете людям распуск парламента. Как вы собираетесь это делать? Да, все просто. Все просто, потому что, если я не говорю о сценариях с другими, я исхожу из того, каков будет сценарий, если я стану президентом. Это будет два, две альтернативы. Первое, Дадон проиграет, и, как я понимаю, он уже начал строить новое большинство на всякий случай. Да. И это большинство выдвинет товарища Дадона Игоря Николаевича на пост премьер-министра, или какого-то приближенного, или даже его самого. И придет к президенту и скажет, вы пока институции обязаны признать это большинство. И тогда у президента встанет естественный вопрос, который он скажет гражданам. Друзья мои, вы меня избрали с миллионом голосов, да? И вот этот кулёк хочет стать премьер-министром. Вы с этим согласитесь или нет? И есть легальные и нелегальные, ну давайте легальные, скажем, возможности, при которых... Вы отказываетесь? Конечно, отказываетесь. И дальше? И дальше пусть попробует парламент свергнуть президента, который был избран миллионами голосов. Я не Дадон, и Плохотнюка нету, да, скажем. И тогда мы посмотрим, потому что станет конфронтация между президентом с характером. Но вот вы сейчас говорите то же самое, что говорит Ренат Усатый. Я не подпишу и пробуйте сделать. Я этого не слушаю, потому что имею определенные взгляды. У меня между Усатым и Дадоном никакой разницы. Это просто два сапога пара, которые друг о друге говорят в противовес. Но они делают, они как в кукловоде, да, управляются одной рукой. Поэтому от его заявлений как-то... Но будет, может быть, и второй сценарий, потому что президент, он же в то же время, но и будет человеком, который должен примерять какие-то тенденции в обществе. Говорят, даже это его основная задача. У нас в парламенте, если считать по количеству голосов депутатов, соберется большинство так называемой проевропейской ориентации. Это более 50. Это блока КУМ. А давайте перечислить блока КУМ. Это, то есть, ПЕПЕДЯ и ПАС, это ПЕДЕ, и это ПРОМОЛДОВА. Которая сегодня уже начала нести потери, с которой на сегодняшний день уже вышли два депутата. Это, я думаю, как раз сигнал того, что не все. Но даже с таким уходом можно строить какое-то большинство на определенное временное правительство, которое будет вести парламент или граждан Республики Молдова к досрочным выборам. Это сценарий, который наиболее для меня приемлем. Потому что я, как и любой человек, во-первых, как гражданин, не хочу конфронтации. Во-вторых, я не хочу противостоять два учреждения, которые очень важны для граждан. Но с моей точки зрения, то, что президент избирается большинством населения Республики Молдова, и у него настолько ограничены полномочия, это просто аномалия. Или нужно обратно ввести президента в парламент и не морочить голоду гражданам с разными выборами. Или нужно давать президенту полномочия, которые он будет использовать во благо граждан этой страны. О полномочиях президента и о том... А вы считаете правильным это решение 2016 года вернуть обратно? Да? Нет. То есть, нет? Не должны были избирать правильные? Конечно, не должны были. Но вы участвуете. Вот вы не согласны? Потому что есть те, которые действительно принципиально не принимают это решение, байкотируют выборы. Но вы в них принимаете участие. Нет, я играю по правилам. И интеграция с Румынией будет по правилам. А по правилам вы могли, как депутат из господина Ириницы, обратиться в Конституционный суд, с требованием пересмотреть это решение, либо закончить его таким образом, чтобы внести опять в парламент на рассмотрение, чтобы парламент проголосовал на этот раз без процедурных отклонений. Можно, конечно. Но мы дальновидные. Мы понимаем, какова судьба такого решения, когда у тебя нет... Мы с господином Ириницей многое что сделали. Я, например, инициировал комиссию по осуждению Дадона за предательство. Или проект по ограничению действий этих фундаций, декоритати. И чем это? Ничем не закончилось. В Республике Молдова все граждане должны знать, что или у тебя один голос в парламенте, или 50, ты ничего не решаешь. 50 или один? А кто решает? 51 решает. У тебя есть большинство? Ты что-то строишь, что-то выдумываешь. Так у нынешнего президента тоже нет большинства, получается? Нет, конечно. Поэтому я и говорю, что он потихоньку ее делает. Правильно ли я понимаю, что два депутата, Григорий Репещук и Серджи Сырбу, вышедшие сейчас из промолдовы, вы хотите сказать, что они их выводят для того, чтобы... Мы это посмотрим, куда они пойдут. Сережа Сырбу это определенно такой колобочек, который туда-сюда, туда-сюда. Насчет Репещука не знаю, что и как. Я напомню, что выборы в парламенте состоялись 24 февраля 2019 года, и вот сейчас мы с вами в октябре 2020, то есть еще двух лет не прошло, это уже второе политическое формирование, которое Григорий Репещук и Серджи Сырбу покидают. Ну я поэтому и говорю, зачем мы такой парламент? И вообще, зачем нам парламент? А, зачем нам парламент вообще? Конечно, зачем нам президентство? Нам нужно строить одно государство. Не тратить деньги и морочить головы людям. Люди хотят жить хорошо. Чтобы у них был достаток, пенсия, зарплата. И чтобы он мог идти отдыхать куда-то с детьми в горы, на Дунай и на море. И не морочить себе голову, что у нас есть какое-то государство, которое просто используется одной тысячой, двух тысяч людей. Прокуроры, судьи, эти политики, политиканы, депутаты и министры, которые просто доят этих людей уже 30 лет. И которых будущего никакого нет. Так, может быть, проблема не в том, что существует отдельное государство, а в качестве этих людей? Да нет. Это ничто не меняет. Блок о ком живут, блок о ком были хорошие намерения. И насколько хорошими намерения Майя и Санду не были. Ее все аморали и бросили в это болото, откуда она вышла и, наверное, никогда не выйдет. И вы ушли, покинули. Так я даже не подписывал. Я знал, чем это все кончится. Я еще в июне говорил, что социалисты после выборов просто вас из этого правления. У меня же все это записано, потому что я историк. Мне нравятся моменты этого, потому что, когда живешь моментами истории, они как-то более интересные. Летописец у статулы Молдовицы. Хроникарвы, да, да. Вот такой летописец, который я пишу и говорю, ну вы дураки, да. Вот как можно так делать, если это настолько очевидно. Мне кажется, если вы там какой-то снобизм, знаете, когда сидите, вот вы вещаете, как я самый умный, я им предсказывал, я говорил, что так будет. Поэтому я и не остался там. Я сейчас начал работать. И мы делаем то, что нужно было делать давно. Хотя для меня это как-то привычно, потому что просто аудиенция меняется. Я в классах, в университете читаю 100 людям там, а тут уже другой масштаб. С людьми в селах, когда говоришь о истории, о том, что такое Румыния и почему мы там должны быть, всплывает другая аргументация, ты узнаешь менталитет. Хотя я же книга моя основная, это «Хоу Молдова на советик». Я же историк по идентичности. Занимаюсь построением и исправлением идентичности. Не мы одни такие в мире. А что означает исправление им идентичности? Исправление – это то, что ты родился молдаванином, румыном, а в конечном итоге ты обретаешь совсем другую идентичность, которая в противовес тому, что олицетворяет твою сущность. Да, и не мы одни такие. И империи вообще строили искусственные идентичности на почве того, что разделяли народы, и Ирландия, и Тайвань, и Китай, и Кувейт, и Ирак, и Эритрея, и Эфиопия. Во всем мире есть такие. И Азербайджан с Турцией, и вообще турецкий блок, он настолько раздроблен, потому что таджики были построены против афганцев. Хотя все знают, что большинство таджиков живут в Афганистане. Как и большинство молдаван, которые живут в Румынии. Потому что у нас есть такое мнение, вот мы молдаване, что-то отличительное. Нет, большинство молдаван живут в Румынии. Там 5 миллионов молдаван живут в 8 уездах в Румынии, приграничные с республикой Молдова. И в этом парадокс. Что вы, хотя и претендуете, что молдаванка, но вы себя не ощущаете молдаванкой, как те молдаване за прутом. Почему вы так решили? В этом небольшой парадокс. Ну, потому что это в противовес. Если вы хотите считать себя молдаванкой, как и теру молдаване, что в Ясах и в Сучаве, то мы все должны жить в одном государстве. Это наше общее государство. Я с вами не согласна. Я знаю большое количество национальности, народности, которые борются за то, чтобы иметь, пускай маленькое, но свое государство. Свою независимость. Почему мы не имеем права на свое независимость? Я знаю, что народы объединяются. Большие народы, которые хотят жить вместе, они борются, чтобы быть вместе. Немцы боролись, конечно, в итоге стали одной нацией. Ирландцы борются, потому что там не закончится, пока Северная Ирландия не примет к Ирландии. Китай борется, чтобы Тайван стал обратно частью своей мейнленда. И Китай, он не мононациональный. Вы же знаете, что там тоже достаточное количество национальностей. Ну, конечно, если уйгуры говорить, что их сколько там миллионов, но вы сравните на миллиард, это же приходится мононациональное государство. Корейцы борются стать одним государством. Эта борьба будет... То есть, вы считаете, что Молдова и Румыния также искусственно разделены, как две Кореи? Конечно, как и две Германии, как и Северная. И даже Македония, просто уже сложилась так история. Если вы любого болгарина спросите, он скажет, что македонец болгарин. И македонцы, кстати, в межвоенное время настолько хотели быть с Болгарией, что они даже руку отрезали Стамболинскому, который подписал договор по отдаче Македонии Сербии. То есть, это не забывается, конечно, но с определенными... Но в Евросоюзе существует отдельно Македония. Существует, конечно, уже другое, потому что все сложилось по-другому, но у нас другой расклад. Я думаю, что для того, чтобы все сложилось как нужно, нужно определенные исторические закономерности соблюдать. Когда они нарушаются, как и в человеческой жизни. Если ты принял неправильное решение, пошел другим путем. У тебя не выйдет, потому что это не то. И ты это чувствуешь. Вот так же исторические закономерности нарушаются, и народы так живут. Одни богато процветают в Евросоюзе, а другие живут на 10 лет меньше. Мы живем на 10 лет меньше, и мы живем бедно, не потому что мы живем отдельно от Румынии, а потому что мы выбираем тех, кто нам рассказывает про светлое будущее, а потом они нас за 4 года обворовывают. А потом их выпускает... Вы видите только маленькую частицу. Это последствия того, что закономерность была нарушена. Я вижу, что в Республике Молдова все говорят о том, что мы здесь традиционное общество. И я вижу миллион женщин, уехавших, почти миллион, я сейчас, конечно, усугубила, уехавших за границу для того, чтобы зарабатывать деньги, присылать сюда на содержание своих семей, своих мужчин здесь, которые остались с детьми, а они высылали сюда деньги. Где традиция? Кто должен был уехать в таком случае, если не было здесь возможности зарабатывать? Мы делаем очень громко заявлений, на самом деле очень много, не только политики. Но политики у нас, они чемпионы по заявлениям. У них не так хорошо получается с исполнением своих обещаний. А вот по заявлениям все чемпионы. У нас в партии такая шутка есть, когда мы встречаем таких людей, которые просто упорно не хотят видеть это. Мы говорим, что вы жили, как голосуете. Что избираете, то и имеем. Что измираем, извините. Что избираем, то и имеем. Скажите, вы указываете, у вас прямо отдельный пункт выход из международной изоляции. И дальше уже как комментарий, что это изоляция вследствие политики Игоря Дадона, совместного управления ПСРМ, ДПМ. То есть вы действительно считаете, что за период этот меньше года мы вошли в международную изоляцию? За 4 года. Почему за 4 года? 4 года правил у нас ПСРМ, ДПМ? Нет, 4 года у нас президент просто никуда не ездил. А вы понимаете, что такое президентское учреждение? Вот Дадон едет единственный момент... Подождите, вы думаете, он не ездил, потому что он не хотел, или потому что его не принимали? Не принимали, а почему не принимали? Потому что человек просто румынофоб и украинофоб. Ну что означает, что ты ведешь себя, как сказать это, чтобы не обидеть наших старших братьев, но когда ты себя ведешь по отношению к своему соседу, у которого война, и у которого целостность государства раздроблена, и у которого у тебя в собственной стране целостность раздроблена, и ты говоришь, что это хорошо, что Путин отобрал Крым и Восточную Украину, или то, что страна, которая больше всего тебе помогает, Румыния, потому что это самый большой модернизатор Республики Молдова и по вложениям, и по рынку, и по всему, и по стипендиям, и по... Да вообще по всему, и ты имеешь такое неуважительное отношение, даже во время пандемии, когда ты дохнешь здесь от коронавируса, и к тебе приходит 3,5-4, даже больше миллионов, Румыния вложила в нашу модернизацию, в нашу медицинскую систему, и ты вместо того, чтобы отсылать этот конвой в центре, ты его куда-то на телецентр под мост. А 5 КАМАЗов Российской Федерации по убиранию снега, ты туда-сюда по всему бульвару. Вот это как раз и имидж президента. Вы понимаете, это разница большая. Президент должен быть в хороших отношениях со своими соседями и должен быть в хороших отношениях с теми партнерами, которые помогают развитию страны. Но я помню последнее его заявление, он даже пытался с Каспирином Йоханнесом общаться, когда они ездили. Когда Йоханнес из туалета выходил, и он поймал его. Но я не знаю, я там не была, может быть, вы наблюдали, кто откуда выходил. Прыгнул ему на шею и сфотографировался с ним. И последнее его обращение, поздравление по случаю Дня независимости Украины господину Зеленскому. Это разные вещи. Это системные разные вещи. Вы понимаете, пока это будет... То есть вы считаете, что если еще 4 года президентом будет Игорь Дадон, то ни Румыния, ни Украина? Нет, абсолютно. А вы уверены, что они принимают самостоятельные решения? Конечно. А не по... В том числе по... В Румынии не может никто навязать точку зрения отношительно Республики Молдова. И есть пример, который я вам приведу, и который мало кто знает. Но когда страны Восточной Европы начали входить один за другим в НАТО и в Евросоюз, то эти страны должны были или были обязаны подписывать договор по признанию обоюдных границ и не иметь притязаний территориальных к своим соседям. Да, у нас нет базоводов. В Венгрии я подписала с Румынией в 97-м. Все румыны обрадовались, конечно. Румыния подписала с Украиной. И все делали, кстати. Польша с Украиной, Польша с Германией, Чехия с немцами. Одно исключение было. В Румынии не был навязан договор подписания границ с Республикой Молдова. Там никто не подпишет. И никто не может обязать, потому что это конец любого политика, который поставит свою подпись на такой договор. В больших канцеляриях этот проект рассматривается, и он будет жив, потому что Румыния не позволит, чтобы все это проходило, эта историческая несправедливость по отношению к румынской территории продолжалась. Конечно, есть одна большая проблема. Пока жители Республики Молдова в своем большинстве имеют определенные опаски, связанные с объединением. Даже негативизм присутствует. Это не мешает, однако, им принимать румынское гражданство. Парадокс, конечно, большой. Быть гражданом Румынии и не хотеть... Володный расчет. Когда-то они брали гражданство для того, чтобы иметь свободную возможность ездить по Европе до безвизового режима, пока мы его не учим. Конечно, но ты гражданин страны, которая хочет объединения с Республикой Молдовы. Но, как видите, не все это... Кстати, это была большая проблема в межвоенный период. Но там тогда люди были более лояльны, потому что каждый человек, который находился на должности в царской России, переходил под румынскую юрисдицию, он отдавал присягу верности королю. И многие люди, кстати, из-за того, чтобы не давать прягу королю Румынии, потому что они давали присягу царю Николаю II, уехали за Днестр. Они могли быть такими же оппортунистами, молдаванами, сказать, какая разница, возьму паспорт... Ну, мне кажется, некорректно называть молдаван оппортунистами. Конечно. Но вы же сами говорили, что все люди имеют право на самоопределение. Большие оппортунисты. Те, которые берут румынское гражданство и против объединения с Румынией, это просто профитори, знаете, такое слово на румынском. Оппортунисты. Люди, которые просто взяли паспорт, чтобы иметь какую-то выгоду от этого. Но у нас есть и те, у кого российское гражданство, и они вообще не собираются уезжать в Российскую Федерацию. Как это... Болгарское гражданство, гражданство Израиля. Как раз это тот случай, когда гражданин, который имеет российское гражданство, он не может территориально присоединиться к Российской Федерации. Это однозначно. Но тут дело другое. И вообще, я думаю, что сравнивать Румынию и Россию не нужно. Это две... Большая разница, как в Одессе говорят. Давайте сравнивать политиков Республики Молдова, потому что страна маленькая, а нелюбовь среди политиков друг к другу просто зашкаливает. Ни любовь, ни уважение. А есть ли в молдавской политике те, к кому вы относитесь хотя бы с уважением? Конечно. Кто? У меня друг есть даже. Я никогда не думал, что в политике у меня друг будет. Вот я был министром, сколько уже... А что я выучил у наших политиков, это только цинизм. Вот это хорошее качество. У меня такого не было. Я не был циничен, но по отношению к политикам я научился таким быть. Это вам помог друг? Нет, это мне помогли Майя Сандо и Андрей Настас. А другом стал кто Юрий Лениц? Юрий Лениц, конечно. У наших, тех, которые думали, кто кого сажать, просто не знали, наверное, что у нас так сложится. Мы же друзья и соседи. Он сотый парламентер, а я сто первый. И так мы рядом и придружились. Тем более, что... На Камчатке, как это в школе называли. Ну, это голосистая Камчатка. Ну, она всегда была самая громкая. Это правда. Камчатка – это отдельная история. Еще один пункт. Унификария инфраструктуры. То есть, вы хотите, чтобы инфраструктура Республики Молдова менялась под... Такую... Подрумынскую. Делалась по румынскому стандарту. По румынскому. А это, кстати, пункт, который всех объединяет. Всех евроинтегреров и унионистов. Потому что, как ни крути, ни верти, а путь в Евросоюз лежит через Румынию. Мы же не будем ехать через Украину, на Польшу туда. Все дороги будут идти через Румынию. Это так. Наиболее короткий путь. И хочешь, не хочешь, автострады, которая остановилась в Загоранче, поедет через Ясы, через Тыргумуриш, Клуж, на Вену и на Будапешт. Железная дорога пройдет через Румынию. Коммуникации через Румынию, энергетический сектор пройдет через Румынию. Это неизбежно. Потому что, если ты хочешь, потому что граждане путают и говорят все время, национальный интерес Республики Молдова, национальный интерес, а в чем национальный интерес? Если вы спросите, 90% не знают. Национальный интерес – это в безопасность страны. И военная, и информационная, и энергетическая. Поэтому, для того, чтобы себя обезопасить, нам нужно всего где-то 200 метров соединить линии электроэнергии из Костя-Честынка-Румынской с нашими. Что означает 200? И чтобы у нас была полная независимость от Кучургана и от других сетей. Не говоря уже о том, что атомные электростанции в Румынии могут обеспечить Республику Молдову полностью и намного дешевле. Но не было интересов, потому что, конечно, Москва имеет агента, как Валерий Лазарь, КГБист, министр экономики, который стоял и прямо руками держался, чтобы это не было. Других интересов, потому что они имеют дела с Молдово-Газ или с сепаратистами из Приднестровья и принимают этот газ. Просто у нас бизнес, политика – бизнес. А мы люди идейные, мы пришли, чтобы это все сделать наконец понятным людям. Я вообще скажу вам, что унира и объединение – это боятся вот только эти люди, которым что-то будет терять от того, что у них есть власть и возможность использовать эту власть на свое личное дело. Это все и весь парадокс. И поэтому они строят разные конструкции ментальные, пропаганду, антирумунизм, антиобъединение. Это не выходи из положения. Это будет продолжаться. И мы будем глупо смотреть, как нас обделывают и обворовывают. И никуда не двинемся. Мы уходим на рекламу. Есть еще вопросы в заключительной части. Реклама о 21-м канале. Оставайтесь с нами, она пролистит незаметно. Реклама о 21-м канале. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Я вам дам пример простой. Я сейчас приехал из Хаджимус. Хаджимус – это такое село в Каушанском районе, которое граничит с бендерами. Они, чтобы ехать, например, в Варницу, им через бендеры нужно за 30 минут, а я их заставляю туда ехать час или час через Аняны. Так вот, они там голосовали, сельские местные советники, чтобы там не было избирательного. Они вот тайком социалисты и вице-председатели района, даже будучи в отпуске, взяли и создали против воли людей, создали отдельную избирательную секцию там в Хаджимус. И более того, установили почему-то маршрутную транзитную маршрутку из бендеры Хаджимус-Киркаешти. Чтобы мне надо было подвозить? Чтобы нужно было подвозить с одной стороны, но там на обратной стороне написано четко, что пользоваться этим транспортом могут только жители с преднестровским гражданством. То есть туда-сюда могут ездить граждане с преднестровским гражданством, а молдаване не могут ехать в бендеры. Понимаете, такая вещь. Хорошо, вы говорите о том, что они там создали. Ну это вот сейчас, сегодня. А кто там в этом избирательном участке члены комиссии? Не жители Хаджимус? Ну понимаете, если наплыв будет огромный, то с этим не справиться. Если, например, в двухтысячных... Считать эти голоса будут они? Да дело не в подсчете голосов. А дело в том, что придут 50-60 тысяч преднестровцев, которые... Но не на один участок. Не на один, но я имею в виду, что это... Я дал пример показательный, который у меня свежий сейчас. Это будет и в Варнице, и на всех, сколько их этих участков. Потому что я уже забылся в этих, сколько их вообще. 42. Так вот, мне, например, мои подписи в бендерах не признали. Потому что говорят, что это не под контролем Республики Молдова. У меня нет возможности ехать в Приднестровье, показывать... Наш ЦИК? Да. Он не считает бендеры территорией Молдовы? Да, не признал мои 59 подписей. Второе, я не имею права, как кандидат, идти в Приднестровский район, встречаться в бендерах, в Кагуле, в Кригорьополе. Простите, я вас перебью, я хочу еще раз уточнить. Центральная избирательная комиссия не признала подписи тех, у кого прописка в бендерах. В бендерах, да. Пописывали за меня два листа. А еще раз, какая была поформулировка? Причина, что бендеры не являются под конституционным контролем власти, молдавских властей. Вот такая оговорка. Мы даже думали оспаривать, не оспаривать, и какая разница. Все равно мы прошли уже. Но это факт. И пока Октавиан Цик, Умайя Санду, Андрей Настаси не могут идти в Приднестровский регион, вести кампанию, мы спрашиваем себя вообще, что знают преднестровские избиратели о наших кампаниях. Тогда поднятно, что эти большие мамонты советского периода, это учреждения, которые директоры просто говорят, что слушай, иди голосуй, принеси мне фотографию того, что ты избиратель, что ты выбирал Додон. Или Рената Усатова. Вот такая будет ситуация, что у нас в 2016 году было 19 тысяч, в 2019 было 40 тысяч, 38. А сейчас может быть намного больше. А зачем нам это нужно? Это большая проблема, потому что я считаю, что покуда у нас нет возможности влиять каким-то образом на мнение людей из Приднестровского региона, с этим нужно считаться. И второе, конечно, если их будут завозить кучами, и постоянно, если эта маршрутка будет идти через 10-15 минут, и будет все время по 8, по 8, по 8, то, конечно, это приведет к экскладации. Люди очень возмущены в Хаджимусе, я видел, я думаю, что и в других селах. Поэтому с этим нужно что-то делать. У меня есть еще вопрос, я хочу уточнить. Решение Приднестровского конфликта, Приднестровского вопроса, как вы видите? Ну, у нас ясный взгляд на этот счет. Молдова, как государство, не в состоянии решить эту проблему. В Молдове нет ни военного, ни политического, ни дипломатического потенциала, разговаривает в Российской Федерации, которая имеет все рычаги влияния на этот регион. Поэтому мы видим эту проблему в двух измерениях. Первое – это решение бессарабского вопроса, исторического бессарабского вопроса путем объединения Республики Молдова с Румынией. В Румынии есть полноценная юридическая и историческая правота в этой проблеме. И более того, граждане являются и гражданами Румынии, и этнические румыны. Это одно. После этого… При этом раскладе Приднестровский регион… Это второй вопрос. Решение Приднестровской проблемы уже будет делаться румынской дипломатией, румынскими политиками вместе с Украиной, потому что у Румынии потенциал большой, союзники по НАТО, Евросоюз, совместными усилиями. Но уже после того, как у нас будет решена проблема безопасности на Днестре, и мы будем иметь полноценные тогда возможности определить себя, что делать с Приднестровским регионом. Если Россия будет настоять на анклав и на то, что это осажденная крепость, и люди будут использоваться просто как пушечное мясо для того, чтобы их травить против Румынии и Украины, то это долго будет. Есть другая возможность просто спрашивать людей, что они хотят дальше делать. Это нужно делать в демократическом контексте, плебисцит или референдум с Румынией, с Украиной, с Россией, с независимостью. Но это должно быть в демократическом контексте. Это не должно быть навязано. И, конечно, должно быть свобода прессы, должно быть общий доступ всех конкурентов, чтобы люди определились. Вот таким образом я вижу, потому что, как я говорил, то, что моя Молдова показывала 30 лет выгодно России, конечно, слабое государство, почти все под рукой. Есть Дадон, который говорил, что ты агрессор. Давайте отойдем немножко уже. Вы сегодня, по-моему, столько раз про Дадонова напомнили. Он ко мне в программу за 4 года ни разу не пришел, но я так чувствую незримо постоянно его присутствие, знаете, потому что о нем напоминают все остальные мои гости. Вы говорили о гибридной войне, вы до этого другие говорили о том, что, возможно, фальсификации, что фальсификации, если по результатам второго тура будут доказаны большое количество фальсификаций, возможно, будут протесты. Вы тоже за то, чтобы проводить протесты, если будут доказаны фальсификации, если вы обнаружите фальсификации? Мы выведем людей на улицу, это будет однозначно реакция естественная. Это наш голос. Я выходил в 2018 на улицу, когда Андрей Анастасий, как закона избранного мэра, наш Плохотнюцкий суды отменил. Это была главная причина, по которой я встал за Андрея Анастасия и стал сторонником блока, и я боролся против Плохотнюка. Это насущно, понимаете? Сейчас войны же не ведутся там ракетами, бомбами, хотя это тоже есть. Сейчас голос – это патрон, который решает нашу судьбу. И поэтому играться с голосом в тот момент, когда ты строишь то, что твое мнение что-то значит, это очень опасно. Как вы относитесь к такому мнению, что ваше отдельное участие на выборах и ваша критика в адрес Майя Санду играет против нее и усиливает позиции ее главного контрпункта? Ну, Игоря Дедуна, скажем так. Ну, Майя Санду не святая корова. Мы же в политике. Человек должен отвечать за свои политические ошибки, мы должны критиковать. Поэтому я считаю глупым это предложение не атаковать друг друга. Так сделали Чабан и Анастасия после этого договора несчастного 16 сентября, что нон-комбат будет. И к чему привело? Что правые проиграли мэрию Чабану и социалисту. Но они все-таки представляли разные политические вектора. Это то же самое. Это без разницы. Вы должны понимать, что правые, левые в Молдавии это все настолько липовое, что даже нельзя всерьез воспринимать. Что такое правые? Правые это консерваторы, либералы, а у доктрины Ума и Санду какая доктрина? Никто не знает. Они неомарксисты, так скажем так, новые левые с таким обширным взглядом. Это исходя из чего? Из того, что у них прописана социальная политика вы делаете? Да многое из чего. И национальный вопрос, который полностью отсутствует. И вообще многое что. Вообще у нас нет доктринарно ни правых, ни левых. У нас есть проевропейские и пророссийские партии. Вот тут я с вами согласна. А, есть еще унионисты. И коммунисты. А унионисты и люди идейные. Я вам говорил, что мы единственные, которые у нас идеологически построенная партия. Вот люди верят в идею, это нам помогает. Хорошо. Остались вопросы еще? Конечно. Это так необычно, когда профессора все спрашивают, спрашивают. Я же привык все время спрашивать на экзамене, смотреть, как люди отвечают. А тут все наоборот. Это хорошо. Вы мне не читали как профессор, поэтому у меня нет, знаете, этого психологического барьера. Мы с вами целый год обсуждали ваше участие в программе и вот встретились только на выборах. Я благодарна, что вы все-таки нашли это время. Вопросы я вам сказала уже про протесты. А, заявление, которое было сделано о том, что именно Запад готовит здесь протесты. Вы помните это заявление? После того, как появилось расследование РАИС, я все-таки это частично связываю. Может быть, не в полном объеме, но... Чушь полная. Я вообще не верю в конспирационные какие-то там... В гибридную войну верите, а в конспирационные теории не верите? Ну, гибридная война, это очевидно. Потому что все рычаги видно, они на ладонях, понимаете, это образ действия. А заявление Владимира Путина о том, что я надеюсь, что молдавский народ оценит вклад Игоря Дадона в молдороссийскую дружбу. Это что? Это поддержка кандидата? Конечно, поддержка. Но я не знаю, если это поможет Игорь Дадону. Голос против Дадона настолько негативный, что я не думаю, что он будет избран президентом. Но все опросы, все говорят о том, что как минимум во второй тур он выходит. Второй тур. Вы не верите, что он выиграет эту предупрежденную компанию? То есть, если он выиграет ваши аналитические способности, можно будет подвергнуть сомнению? Можно будет подвергнуть. Я ошибался иногда, конечно, и признаю это, что ошибался. Но тут очевидно просто. И русскоязычные, и молдаване простые, которым уже все просто надоело. Я думаю, что он настолько уязвим с многих точек зрения, что поэтому он избрал независимую платформу, чтобы как-то обезопасить социалистов от того импакта, что будет в случае, если он проиграет. То есть, они подготовили многие сценарии. Уход в отпуск генерального примара муниципия Кишинева Ивана Чабана и для того, чтобы на последних вот этих 100 метрах поддержать независимого кандидата Игоря Додона? Друг по партии. Поможет? Не знаю, если поможет. Вы знаете, в чем проблема Ивана Чабана? Проблема в том, что за год он построил себе имидж проевропейского, который с Румынией дружит, про именецку говорил, просит румынские при мэрии, чтобы ему помогал. Очень много румынских вложений в инфраструктуру Кишиневой. И бац, в один момент он приносит эти КАМАЗы, понимаете, которые никому не нужны, прямо в электоральную кампанию. И все, что он построил так красиво, сколько социалистов они перекрашивают, он все равно будет путинистом. Это большая проблема социалистов. Это большая проблема Ивана Чабана, если он ушел и дегривировал из функций мэра, чтобы помогать Игорю Додону. Нет, он ушел в отпуск за свой счет. Конечно. Мы знаем, почему он ушел и что он будет делать. Это другим можете говорить, зачем и почему. Мы все прекрасно понимаем. С социалистами, если они хотели до сих пор построить и хотят построить что-то новое, которое на самом деле было граждане с доверенностью, они должны строить без Додона. Куда будут пособники Додона, и Фуркулицы, и Боля, и Односталка, и кого мы еще там нашли в Бахамас. Потому что Бахамас показал все это. Но прокуратура не принимает это. Так как принимает, если это прокуратура Додона? Но там же все прекрасно. Это элементарно. Ты получил кредит в 500 миллионов. И ты их не декларируешь. Но разве это не европейский в том числе принцип презумпция невиновности? Пока не доказано, не принято судебное решение, мы не можем говорить о том, что это действительно... Но у нас же не европейская юстиция и не европейское правовое государство. У нас Додоновское государство, было Плохотниковское государство. Вы тоже тогда меряете такой двойной мерой? Потому что одних вы меряете, но раз у нас не европейская юстиция, я могу говорить даже без решения суда. Я видел это, что я знаю, я это говорю. Я был министром. А источник откуда? Я был министром молодежи и спорта. Кто источник вот этих вот видео, которые приходят? Откуда вы получаете эту информацию, с которой господин Реницева? Чентр национал антикоррупции. Все эти документы, они же ведут дело, но они не хотят решить ее до конца. Но я вам личный опыт скажу. Я был министром молодежи и спорта. За два месяца я видел, как вице-министр и начальник, шефу дирекции спорта и перформанса тырят деньги. Я все это видел. И пособники, и все. Отдал все деньги, все документы в прокуратуру. Ну, отстранили меня от министра. И прокуратура закрыла это дело. Но я же видел, что там деньги воровались. Ваша прокуратура европейская, о которой вы так заботитесь. А это маленький масштаб. Там не миллиарды. Вот так и всюду. Кого вы поддержите во втором туре, если вы туда не приходите? Ну, мы четко сказали, что будем поддерживать тех, у которых будет три качества. Антидадон, про Европу и про Румынию. Мы не ожидаем таких, скажем так, сильных, любобильных изъяснений насчет Румынии. Потому что я понимаю лицемерие наших политиков по отношению к Румынии. Просят деньги, поддержку, а на самом деле продвигают свои интересы. Но прорумынский вектор мы будем держаться за это. Если человек, который будет во втором туре, скажет четко, что да, мы этим курсом идем, то унионисты будут их поддерживать. Антидадоновского, проевропейского и прорумынского кандидата. У вас сейчас будет одна минута обратиться к нашим телезрителям. Они же избиратели. С обращением, почему они должны поддержать именно вас? Вот камеру, пожалуйста. Ну, потому что за 30 лет вас обманывали, обворовывали, предавали. Одни сменялись другими. Я не политик и, наверное, и не стану политиком. Я историк и вернусь туда, где мое место. Но я вам скажу, что на данный момент единственная возможность для благополучия, для развития и для безопасности жителей всей страны – это объединение с Румынией. Это будет во благо всех, независимо от языка которого и этнических корней, которые вы имеете. Это честная сделка, как я говорю. Вы нам свое доверие и голос, а мы вам благосостояние, безопасность и будущее. Спасибо. У меня к вам заключительный тогда вопрос. Если бы вам сейчас показали реальный опрос, которому вы доверяете, в котором вы сказали, что, допустим, одному из проевропейских кандидатов для выхода или победы с первого тура не хватает 2-3 процентов, вы бы сняли с его пользу? Нет. Потому что я не верю вопросам. И Мария Моринца Молдаванова. Это не Рыза. Я уже просто обжегся, и мне не нужно. Спасибо. Все, мы заканчиваем тогда на этом программу нашу. Я нашим свидетелям говорю, что мы ее записываем раньше. Вы смотрите сейчас не прямой эфир, а запись. Поэтому если вы увидите господина Цыку сейчас на дебатах на другом канале, мы говорим, честно, это запись программы, потому что у всех очень переполненная повестка дня, и мы договоримся, чтобы и наши телезрители увидели тоже максимальное количество кандидатов. Еще раз благодарю вас, Октавиан Цыку, партия национального единства. Спасибо вам за приглашение. И надеемся увидеться уже в статусе президента. Это такой чемпионский глазомах. В отличие от Додона, который к вам ни разу не пришел, я надеюсь, обязательно приду. Знаете, что держится журналистов на их работе на самом деле? Это надежда, надежда, вера в то, что мы что-то можем менять. Это не только вас, это всех людей. Еще раз благодарю вас за участие. С вами прощаюсь. Увидимся уже на следующей неделе. Всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok